сколько у нас сейчас времени у нас сейчас 8 8 30 до мы выходили выключили телевизор было 8 25 сейчас 8 30 на улице плюс 31 градус вот и опять же вот смотрим на берегу ни одной медузы это впервые мы за все время пребывания приезда сюда в италии вот девиона первый раз когда ни одной медузы не вышибает на песок может быть они уже кончились или на этих медуз наложили санкции и они решили не приезжать никто не приплывать вот поплавочек поплавочек когда-то на баренцевом море я нашел точно такой же поплавок только он был по моему в два раза больше его забило тогда в лед я расковырял лед достал этот поплавок и принес на заставу мы использовали в качестве груши для битья вот такое у нас небо это что у нас забегаловка наутилус наутилус помпилиус сейчас это вспомнил вот такая вот забегаловка она еще закрыта они открываются здесь все в 10 утра сейчас на пляже скажем так практически никого нет если на 250 зонтиков один или два человека это можно сказать вообще никого то что мы видим впереди как бы кажется много людей это совсем ничто потому что когда мы туда дойдем мы убедимся в том что там людей столько же сколько и здесь просто все собирается наслаивается картинка на и кажется очень много людей на самом деле вот смотрим пляж пустой сегодня у нас воскресенье так я хоть правильно держу правильно сегодня у нас воскресенье многие люди по уезжали вчера кто-то приезжал вчера и естественно после дороги они еще отсыпаются устали проснуться поедят и выползут часам в 12 на море и в этот день первый же день тот кто выползет в 12 часам через час уже будет весь обгоревший потому что самое же самое жаркое самое вредное солнце это всегда обед вот впереди тетка стоит по ней можно изучать все искусство италии полностью вся в наколках я не хочу сказать что в там кожа дряблые наколки висят нет но что-то как-то не алло мы вчера гуляли по всей променаде мы рассчитывали на то что вот эта променада в беде он и тянется действительно через весь остров аж до самого самого блин маяка но когда мы дошли до конца этой променады мы поняли что если идти по городу до маяка то это нужно еще фигачить и фигачить а магазинов уже нема сплошь и рядом стоят гостиницы апарт отели всякая другая фигня вот эти вот забегаловки типа бургерная пиццерии маленькие барчики но зато мы прошли всю улицу сколько раз мы сюда приезжали это мы впервые прошли всю улицу от начала и до конца а потом съездили в магазин за молоком за булками кстати по поводу хлеба хлеб в италии он на следующий день начинает черстветь это не связано с климатом это не связано с погодой это наверное такая рецептура у этого хлеба потому что если хлеб покупаешь в германии он у тебя несколько дней лежит и все еще свежий вот смотрите сами получается что в италии хлеб чище в этом отношении чем чем у нас в германии там у нас запихивают какие-то консерванты наверное еще какую-то ерунду поэтому получается такое вот свежее состояние хлеба в течение нескольких дней а здесь мы купили в самый первый день как мы приехали в магазин его распар купили булки и булки блин на третий день уже были черствые черствые сейчас у нас осталась одна булка она уже камень так вот эту булку мы с собой возьмем может быть вечером на пляж чтобы покормить чаек они здесь огромные они здесь наглые они подлетают к людям прям не боятся висит у самой руки в воздухе машет крыльями и требует чтобы ей дали еды не вырывает так вот куски как видео были вот на ю тубе или на фейсбуке подлетают хапнул и улетел нифига это подлетает и висит блин как как птичка калибри только гигантских размеров перед тобой машет крыльями и орет естественно у человека первая реакция страх ну тебя нафиг на забирай и уходи только отсюда во и люди отдают им то кто свои куски пиццы то еще что-то вот а вчера мы в этом уэра шпаре купили круглые булки вот еще одна секстинская капелла блин полностью вся утыканная наколками я не знаю я не понимаю этих людей которые с наколками что ими движет что они пичут себя от пяток до самого носа так вот купили мы ой раз паре булочки и булочки эти кругленькие такие как делают в германии и они они классные они вкусные сразу так домом повеяло домой захотелось ну нельзя нельзя мы заплатили за 9 дней поэтому нельзя просто так вот плюнуть на все и уехать вот мы идем по морю топчем берег адриатики чтобы было что вспомнить смотрим на волны дышим воздухом все классно так лодочка спасательную маленький этот так его катамаранчик а надо проходить туда дальше потому что сейчас мы зайдем в воду по самое колено маленькая иотмель честно сказать я думал вчера будет наплыв медуз потому что опять где-то в середине моря или не знаю где но далеко от берега видно ночью было какое-то волнение или еще что-то и вот такие вот травинки вот такие травинки водоросли понавышибала ну как сказать на один квадратный метр штук пять или десять таких травинок плавала и вот я думал вчера что будут медузы с утреца но нет медузки не приплыли и сегодня медузок не видно слушайте может их всех съели я когда-то читал про японию так вот там есть рестораны и они специализируются на приготовлении медуз она сама-то состоит на 99 процентов из жидкости вот эта медуза как их готовят как их там не не знаю желе из них или что из них делают я честно сказать я без понятия но тогда вот читал что в японии готовят медуз в ресторанах как может быть японцы блин выловили всех медуз и съели их а вот еще один момент в этом году вот именно в этом году сейчас мы заметили что в магазинах в некоторых я не скажу во многих я скажу так в некоторых чтобы не обижать чувство верующих в некоторых магазинах принадлежащих индусам и китайцам стали разговаривать с людьми с клиентами несколько предвзято и грубовато но допустим зашли на вчера в один магазин там китайцы продукты одежду там платье футболки так далее жена взяла как положено три вешалки с платьями померить ну там что-то не подошло что-то не понравилось выходит обратно из этой как ее переодевалки примерочной подходит к вешалкам чтобы повесить платье обратно подбегает вот это вот хозяйка ну продавщицы этого китай китаянка старая и спрашивает что-то подошло жена говорит нет не подошло я хочу взять что-то другое посмотреть так и все она не подошло иди отсюда я хочу взять вот это платье посмотри иди отсюда все тебе не подошло иди отсюда но мы плюнули на все развернулись и ушли вот такое вот какое-то такое вот отношение сейчас стало каким туристам или вот в индийский магазин там они сувенирщики всякая другая дребедень я там ходил смотрел там у них вот эту ерунду пока коротко записывал на видео там вот это вот их не типа как бы хрустальные штучки цветочки лотосы зашли два парня немцы и один решил с ними поговорить по-английски типа блин что-то ему там я с другой стороны стеллажа стоял и я не видел о чем он ему говорил но он показывал говорил что вот у меня вот это вот вещь плохо работает я ее у вас брал я хотел бы поменять потому что ведь я взял вчера а сегодня она уже перестала работать индус говорит я тебя не понимаю я же с тобой говорю по-английски а индус ему отвечает по-английски тоже я тебя не понимаю уходи отсюда парни так друг на друга посмотрели и один другом говорит слушай ну говнюка ладно фиг с тобой но мы тебе говорят сделаем анти рекламу развернулись и вышли это вот два таких вот случая два момента когда просто если бы такого не было ты бы на это не обращал внимание вообще но когда такое происходит ты начинаешь немножечко немножко по-другому смотреть на происходящее вокруг тебя и начинаешь в некоторых случаях вести себя точно так же по отношению к этим продавцам или вот этим вот китайцам индусам это конкретно народность индийцы это граждане индии начинаешь вести себя по отношению к ним точно так же как они ведут себя по отношению к тебе и единственным моментом более приятным остается то что когда ты заходишь в итальянский магазин неважно продуктовый это магазин или магазин одежды вот эти пром товары и так далее вот итальянцы разговаривают с тобой хорошо они разговаривают с тобой культурно потому что для них все таки туристы это это прибыль это прибыль это на память об отпуске в италии чтобы лютыми зимними вечерами когда на улице температура воздуха всего-навсего минус один и идет дождь сидеть смотреть эти видео и вспоминать как было тепло как люди изнывая от жары заставляли себя сходить на море и сплавнуть вот мы сейчас повернули обратно и идем уже в сторону наши пляжные зоны сторону наших скажем так зонтиков и продолжение темы магазинов продуктам питания но это интересная тема да мне она нравится поэтому я и время от времени и затрагиваю так как человек который любит поесть как в поговорке было люблю повеселиться особенно пожрать двумя-тремя батонами в зубах поковырять так вот по поводу продуктов масло сливочное мы покупаем здесь неважно в каком магазине будь то это ойра шпар скажем так выгодный магазин или в пляжной зоне на продукты питания скажем так первой необходимости которые туристы не особо покупают цены разнятся максимум 5 или 10 центов не больше это касается молочных продуктов именно молока сливочного масла там каких-то простых йогуртов без примесей типа вот персиков абрикос и так далее а все остальное да все остальное дорого так вот масло сливочное здесь ну я не знаю если сравнивать с германией сильно отличается у нас в германии очень много различных различных видов сливочного масла различные фирмы производители и они делают какие угодно масла даже если ты допустим есть такое что ты держишь его холодильнике очень долго блин или чуть ли не морозильнике достаешь она все равно мягкая что-то тут как тут не туда с этим маслом а здесь масло действительно обалденное оно вкусное и я вот приезжая сюда в отпуск покупаю сразу масло покупаю несколько бутылок итальянского молока масло ведь масло утром вместе с кофе там с булками с хлебом или с рогаликами а вечером это у меня уже как традиция минимум один литр молока я впихиваю в себя я выпиваю холодненькая классная даже не замечаешь как открываешь бутылку бум-бум-бум-бум через пять минут все бутылка пустая елки-палки позавчера например вечером я так объелся я взял два куска пиццы с красным луком и с тунцом и пока я ел эту пиццу я пил молоко было классно полтора литра молока я всадил съев эти два куска пиццы это было что-то с чем-то это было вкусно это было офигенно это было незабываемо ночью спал нормально ночью спал нормально потому что желудок работает как атомный реактор так что все отлично ну сейчас что у нас сейчас я народ уже сколько у нас то не вижу сейчас посмотрим уже 9 уже 9 и народ выходит уже на море уже начинают занимать зонтики вот смотрите уже начинают занимать зонтики постепенно люди выходят купаться барахтаться на то он и отпуск чтобы отдыхать и веселиться ну а я иду нашему павильону к нашей пляжной зоне чтобы нежиться в лучах солнышко восходящего вот оно такое вот оно какое-то солнышко а потом ходить плавать или на матрасе или в ластах сейчас обгореть на солнце расплюнуть потому что утром молотно я когда выходил на пляж я сказал что температура воздуха у нас половина девятого была 31 градус сейчас уже прошло сколько полчаса может чуть больше чувствуется парит еще сильнее и обгореть такую погоду расплюнуть действительно расплюнуть потому что если ты не чувствуешь вот этого солнца это большая проблема поэтому нужно мазаться мазаться и мазаться я позавчера утром вышел на пляж 2 пока еще 9 утра нормальненько я не обгорю тот самый случай скажем так я не обгорел у меня нет ожогов но блин стал немножко красным как вот как рак вареный вчера более-менее нормально сегодня вот я иду в рубашку потому что сегодня у меня нет желания обгорать по-новому потому что именно вот на то место которое там и плечи или спина если немножечко немножечко подгорел то она потом подлетая еще раз на горячее солнце дает о себе знать в несколько раз сильнее и становится неприятное чувство получается что отпуск прошел зря хотя хотя я покупал очень много различных вот этих вот шикалок и кремов против загара вот на заднем фоне от меня хорошо видно как люди уже выходили это кстати вот это вот где обычные простые зонтики и свыгер в подушки это свободная зона пляжа для тех людей которые сняли себе допустим апартаменты за 600 до 700 евро и не смогли дальше позволить или типа вот по бюджетному варианту арендовать на неделю зонтик двумя автозломками поэтому они приезжают со своими вот этими вот фигнями я не спорю когда у тебя в машине есть место ты можешь спокойно приехать вернее спокойно загрузить все самое необходимое и ехать в чем-то экономишь в чем-то нет но но все-таки когда ты приезжаешь и здесь есть допустим павильон который который входит в сумму оплаты немножко более приятный чем чем обычный зонтик который тоже дома тащил за собой такие дела до и дела вот гуляет народ веселиться я вышел на отмель тут водички маловато там сейчас маленькие волны кстати сегодня море намного спокойнее чем было вчера вчера были немножечко такие волны небольшие ну и не маленькие скажем так и из этих водорослей вода на расстоянии где-то метров 20-30 от берега была перемешку с песком не грязная но слегка мутноватая сегодня вода намного чище ну тут раз на раз не приходится в один день так в другой день так и естественно люди которые допустим приезжают сюда на пять дней если они попадают как раз в этот скажем так в эту волну когда на море идут волнение и вода становится мутноватая вот отсюда и появляются вот эти вот высказывания в бибионы вода грязная в бибионы народу блин полно как селедок в бочке ну его нафиг один раз съездил и больше не поеду ну я уже сколько раз говорил вот повторяюсь зависит от того какой район города вы едете в какое время пляжного сезона вы сюда попадаете поэтому вот так вот разово кто-то приехал кому-то сразу повезло кто-то приехал понравилось и он начинает ездить сюда чаще чем один раз кто-то приехав один раз уже попадая от допустим в грязю куда или где-нибудь взяв себе апартаменты в центре города за небольшую скажем так бюджетную сумму пока дойдет до пляжа уже устанет пока пройдет весь пляж от своего зонтика до моря еще сильнее станет а потом а потом еще оказывается что ночью был шторм или ночью было волнение на море вода мухная грязная человек думает да ну нафиг такой отпуск не буду я больше сюда ездить потому что здесь грязно некрасиво не интересно это как есть в поговорке про пчелу и тромуху даже миллиард мух не сможет убедить меня в том что кучка гуана это вкусно и привет и полезно пчела всегда собирала мед опыляла цветы вот так и здесь зависит от того какой район города вы попадаете в какое время вот так вот сейчас я вам опять моречка покажу вот она спокойное море поплавки это сюда у нас кораблик приплывает по моему кораблик поплавочки красиво красиво сегодня будет очень жаркий день сегодня будет очень жаркий день такая вот непрозрачная дымка на горизонте будет сегодня действительно жарко да какая чистая чистая водичка какая она чистая чистая и вот наши павильоны какая чистенькая водичка кстати еще рановато черная жемчужина еще не приплыла еще не приплыла вот ракушки длинные вот эти вот остренькие вышибло самой береговой линии можно ходить собирать люди гуляют кто идет сюда дышит воздухом получат ноги в воде я тоже этим занимаюсь вот и гуляю гуляю по воде красиво красиво классно многие говорят хорошо тем кто живет на море можно ходить постоянно купаться вот когда живешь на море или на берегу океана ну не всегда же выходишь плавать так есть какие-то дела тем более что ты знаешь когда ты турист и приезжаешь ты считаешь своим долгом за те деньги которые ты заплатил блин насладиться этим морем или океаном на год вперед а когда ты живешь в этой местности и знаешь что она тоже самое море рядом с тобой буквально в трех шагах скажем так у тебя всегда есть какие-то дела и ты знаешь он рыбочку маленький рыбочки 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 и ты знаешь что ты никуда это море не денется в любой день смогу прийти в любой день смогу искупаться и так вот проходит жизнь потому что человек откладывает Поход на море, поход в лес, поход на речку мотивирует это тем, что я всегда смогу сюда прийти, всегда смогу этим насладиться. Вот так вот жизнь и проходит. Поэтому, ребята, наслаждайтесь, наслаждайтесь морем, наслаждайтесь свободной минутой и старайтесь потратить ее с пользой для себя. Ой, послушайте, блин, специально жертвую, блин, своими бедными ногами, ради того, чтобы вы увидели, сколько сейчас градусов на улице. 39, 39 градусов, час дня. Песок, слушайте, можно блин, яйца жарить, блин, или варить нафиг, в зависимости от ваших предпочтений. Вот такая вот погода у нас тут. Так, все, вышли с пляжа, возвращаемся сейчас в наш парт-отель. На бассейн немножечко. Потом в душ помыться, пообедать. И дальше по плану выходного дня посмотрим. Может быть, часиков три, в четыре опять выйдем сюда на пляж. Искупаться, поплавать, позагорать. Или пойдем гулять по городу. По зоне пляжа, наверное. Скорее всего, так. Пока еще точно не знаю. Но, наверное, будет так. Субтитры создавал DimaTorzok